Лыжный спорт в северных странах является одним из самых массовых и популярных. Это неспроста. Занятия лыжным спортом дают хорошую сбалансированную нагрузку на все группы мышц, укрепляют организм, оздоравливают легкие и повышают настроение. Поэтому лыжи включены в школьную программу с начальных классов и групповые занятия по лыжной подготовке – неотъемлемый элемент зимних занятий по физической культуре. Но лыжный спорт – это не просто забава. На занятиях по лыжной подготовке следует соблюдать технику безопасности и правила поведения в группе. Длина лыж превышает человеческий рост, и если ученики начнут в разнобой пытаться надеть их, удержать от падения, положить на снег, поднять вертикально, то в тесной группе не миновать ушибов и ссадин, а то и более серьезных травм. Еще более травмоопасный предмет лыжного инвентаря – лыжные палки с заостренными концами. Абсолютно недопустимо применять их не по назначению, а тем более использовать в играх. Неосторожное обращение с лыжными палками ежегодно становится причиной множества опасных травм. Поэтому первые занятия по лыжной подготовке рекомендуется проводить без лыжных палок. Опасности лыжного спорта можно подразделить на четыре категории. Опасности, связанные с низкой температурой, обморожение, переохлаждение. Опасности, связанные с инвентарем, возникающие при неисправности лыж или креплений, при неправильно подобранном размере лыж, палок или лыжных ботинок, несоответствующие одежде. Опасности, связанные со спортивным процессом, падение, столкновение на скорости с препятствиями и другими игроками. Опасности, связанные с подготовкой лыжника, возникающие при несоответствии физической подготовки и выполняемой им задачи или при неумелом обращении с лыжами. Техника безопасности учитывает все эти случаи. Нельзя проводить занятия лыжным спортом при температуре ниже минус 12 градусов Цельсия, при сильном ветре, в условиях гололеда. Одежда на занятиях по лыжной подготовке должна защищать от холода и ветра, быть легкой и удобной. В комплект одежды обязательно должна входить шапка и рукавицы. Нельзя снимать одежду во время физических нагрузок, особенно разгорячившись и вспотев. Это приводит к переохлаждению и простуде. Нельзя садиться или ложиться на снег, особенно после физических нагрузок. Это может привести к переохлаждению или обморожениям. Первыми признаками обморожения являются боль при движении мышц, потери чувствительности, ощущение скованности кожи и мышц. Обнаружив обморожение, следует обратиться к тренеру или врачу и перейти в теплое помещение. Сразу после обнаружения обморожения по дороге в тепло следует восстановить кровообращение в обмороженном участке тела. При обморожении рук сжимать и разжимать кулаки. При обморожении ног активно шевелить пальцами ног. При обморожении лица и ушей сильно растереть сухими руками. Растирать обмороженные участки снегом нельзя. Кристаллики снега поцарапают кожу и в ранки может попасть инфекция, что затруднит восстановление. Также нельзя обмывать обмороженные участки горячей водой. Прикладывать их к батарее. Резкий нагрев обмороженных тканей только ухудшит ситуацию. Лыжи и лыжные палки должны быть подобраны по росту занимающегося. Длина лыж для классического бега должна быть такова, чтобы вертикально поставленная лыжа достигала середины ладони вытянутой вверх руки. Палки для классического бега выбираются высотой по плечо лыжника. Они должны иметь острый наконечник, кольцо и регулируемый длины ремень для кисти руки. Лыжные ботинки должны хорошо подходить по размеру. Если они будут тесными или слишком свободными, это может привести к потертостям и мозолям. Также тесные ботинки – самая частая причина обморожения ног. Если ботинки тонкие и предназначены для использования вместе с носками, размер должен быть подобран с учетом теплых носков. Лыжные крепления, сами лыжи и палки должны быть исправны, в хорошем рабочем состоянии. Крепления должны позволять прикреплять их к ботинкам без посторонней помощи. При передвижении в группе с лыжами в руках следует слушать указания тренера, знать правила переноски лыж, знать и уметь выполнять организующие команды. При передвижении на лыжах следует соблюдать дистанцию 3-4 метра до впереди идущего лыжника. При спусках – не менее 30 метров. Нельзя выставлять лыжные палки острием вперед, ставить их острием на лыжи, отталкиваться палками от деревьев, отодвигать ими ветки. Палки предназначены только для отталкивания от заснеженной поверхности. Применять их для чего-нибудь другого не допускается. Запрещается без необходимости менять заранее оговоренную трассу, съезжать с лыжни, менять направление движения, пересекать лыжню перед приближающимися лыжниками. При потере равновесия или необходимости немедленной остановки следует быстро присесть и, держа ноги вместе, упасть на бок, на чистый заснеженный участок без кустов и деревьев. Палки при этом должны быть сзади и направлены остриями назад. Запрещается выезжать на трассы, не соответствующие уровню подготовки ученика. Это может привести к травмам и к поломке лыж. Категорически запрещается выезжать на трассы, не приспособленные для беговых лыж. Трамплины, слаломные и горнолыжные трассы требуют применения специальных лыж, креплений и ботинок. Беговые лыжи и крепления на такие нагрузки не рассчитаны. Как правило, лыжные трассы расположены в стороне от мест проведения остальных занятий. И чтобы избежать опасностей, могущих возникнуть при транспортировке лыж к трассе, переноска их осуществляется организованно, по правилам. В первую очередь, лыжи и палки должны быть правильно скреплены. Лыжи складывают скользящей поверхностью друг к другу и скрепляют у носков и пяток с помощью резиновых жгутов или специальных держателей. Палки также прикрепляются к лыжам. При этом концы палок не должны выступать за концы лыж, а держатель должен обеспечивать удержание палок на месте, без возможности их случайного выпадения или сдвига вдоль лыж. При переноске лыж на небольшое расстояние их можно держать в руке носками вперед. При этом их следует держать горизонтально или с небольшим наклоном вперед. На большие расстояния лыжи переносятся на плече. При передвижении в группе о необходимости такой переноски тренер сообщает командой «Лыжи на плечо». Команда выполняется в два приема. Первое. Взять лыжи в районе креплений правой рукой и поднести к левому плечу носками вверх. Второе. Левой рукой подхватить лыжи у пяток, положить их на левое плечо и опустить правую руку. При переноске на плече лыжи удерживаются под углом. По команде «Лыжи к ноге» лыжи снимаются с плеча в два приема. Первое. Левой рукой лыжи ставятся вертикально. Правая рука подхватывает их в районе креплений. Второе. Правой рукой лыжи ставятся в снег вертикально, пяткой у носка правой ноги. Левая рука опускается. На лыжи ученики встают после того, как тренер поставит задачу и распределит учеников в шеренгу вдоль лыжни с нужными интервалами. По команде «На лыжи становись» палки снимаются со жгутов и втыкаются в снег. Жгуты снимаются с лыж. Самое время положить их в карман, а сами лыжи кладутся на лыжню или рядом с ней параллельно. После установки ног в крепление ученики ждут указаний тренера. Перед началом тренировки выполняется разминка. Разминка также является неотъемлемой частью техники безопасности. Следует разогреть связки и затекшие при переноске лыж мышцы. Разогретые связки гибче и менее подвержены травмам. Разогретые мышцы готовы к физическим нагрузкам. Отсутствие разминки намного увеличивает травматичность любого вида спорта. Ступающий шаг. Это базовая техника ходьбы на лыжах, предназначенная для освоения лыж, для выработки у учеников привычки к лыжам, развития чувства снега и лыж. Практически ступающий шаг применяется редко при ходьбе по глубокому снегу или наоборот при преодолении малоснежных участков с проступающей травой и землей. Раньше ступающий шаг применялся также для преодоления пологих подъемов, но современные пластиковые лыжи скользят намного лучше старых деревянных. Сколь-нибудь заметный подъем ступающим шагом преодолеть очень сложно. При ступающем шаге лыжи поочередно поднимаются носком вверх. Пятка лыжи при этом лежит на снегу. Левая нога выносится вперед с правой рукой, правая нога с левой рукой. Туловище слегка наклонено вперед. Первые занятия выполняются без палок. В дальнейшем, если ступающий шаг выполняется с палками, следует обратить внимание, что отталкивание одной палкой должно прекращаться только после того, как будет установлена другая. Ступающий шаг следует выполнять сначала на месте, потом в движении по прямой линии, потом в движении по извилистой линии по поверхности с небольшим рельефом. Это делается для отработки координации движений рук и ног, выработки чувства равновесия при движении на лыжах. Для овладения навыком полного переноса веса тела с одной ноги на другую выполняется ступающий шаг с большей длиной шага, а также с периодическими остановками, с поднятой ногой то правой, то левой. При выполнении ступающего шага следует следить за точностью движений, общей с координированностью движений, отсутствием усилий по удержанию равновесия, отсутствием захлеста лыж в движении. Не следует торопиться при выполнении упражнения. Скорость прохождения трассы при отработке ступающего шага не имеет никакого значения. Намного важнее точность его выполнения. Продолжение следует...